По медико-демографической статистике, Якутия входит в десятку регионов России по уровню рождаемости и низкой смертности. Процесс естественного прироста сопровождается и увеличением доли пожилых людей в общей численности населения. В преддверии Дня пожилых наш корреспондент узнала о новых проектах поддержки здоровья старшего поколения и даже узнала секрет долголетия. Все это в материале Александры Охлопковой. Галина Николаевна Никулина работает врачом в Ожоковом отделении Республиканской больницы номер 2. Мало кто может похвастаться 55-летним врачебным стажем, тем более если он прошел практически на передовой. Это самое тяжелое и морально, и физически, и эмоционально. И еще Ожоковое отделение приравнивается к инфицированному отделению, 25% вредности. Поэтому тут и стафилококки, тут и любая инфекция и все прочее. А тем не менее, понимаете, когда такого тяжелого больного, допустим, 70%, вот недавно ребенка выписали, когда мы их ставим на ноги, какое-то удовлетворение, какое-то моральное, понимаете, очень моральное, хорошее удовлетворение действительно. И ныне ее день расписан по минутам. Она до сих пор проводит сложные операции и о выходе на пенсию не думает. Да и молодые коллеги нуждаются в ее компетентном совете. Мнение доктора Никулиной бывает чаще всего решающим. Для молодых медиков Галина Николаевна королева отделения. Шутка ли за плечами ее старейшего врача десятки тысяч спасенных жизней? Ну и, как сами коллеги утверждают, она и наставник замечательный, охотно учит молодежь. Внедряет что-то новое. Она, еще раз повторюсь, открыта всем новым каким-то технологиям, новым методом лечения. Она никогда не отрицает что-то. И прямо первая, кто принимает все эти новшества, скажем так, она первая, кто поняла и начала работать в электронном формате вести историю болезни, да. Она первая, кто пробует все новые какие-то раневые покрытия, новые методы лечения. И активнее удаляет жизнь, заявит своим примером, она заражает наших молодых коллег. Радоваться каждому дню, ежедневно заниматься собой, следить за питанием и вести здоровый образ жизни. Вот, пожалуй, основной секрет молодости. Вы знаете, что вот работа – это жизнь моя, видимо. Понимаете, как без работы я бы, например, наверное, сразу зачахла и все. А работа, это меня, она воодушевляет. Я вот когда выхожу, прихожу, я сразу про все болячки забываю. И приходится здесь, потому что крутиться, бегать. Дачная работа очень, конечно. Да, да, огород там у нас есть. Ну что, отдыхать ездим, частенько ездим отдыхать. С Галиной Ивановной согласна и Мария Семеновна. Она, правда, сейчас находится на заслуженном отдыхе, но, к слову сказать, она тоже имеет многолетний стаж работы. Сегодня пенсионерку из поликлиники навестила медсестра. Мне нужны данные. Ну, это как бы осмотровой. Рост ваш какой? Внимание к старым людям обязательно нужно, конечно. Мы постоянно посещаем поликлинику свою. Почти каждый месяц я бываю у Александра Анастасиевны. И герметрическим я лечусь время от времени. Это профилактика, чабдик. И здоровый образ жизни надо вести, чтобы продержаться дольше, до 80 лет хотя бы. В 2016 году число граждан старше 70 лет в республике составило 37 700 человек. В целях содействия активному долголетию в мае этого года глава Якутии издал указ о совершенствовании медицинской помощи старшему поколению. По указу поручено развернуть сеть герметрических участков во всех районах республики. Формирование первых участков началось с столицы. В Якутске запущено уже два первых участка из четырех. По сути, это новая форма первичной медико-санитарной помощи для граждан от 75 лет и старше. По аналогии с тем, что у детей есть свой педиатр, у пожилых будет свой врач-гериатр. Вот и по этому проекту Марь Семеновне провели первый осмотр. Ну как педиатры будем патронаж на дому активно посетить и год-два раза провести этот скрининг теста. Я думаю, облегчит работу. Может, на дому ездит фельдшер или медсестра. Я буду в прямой связи с ними, как они будут провести скрининг. И тяжелых больных они не придадут на дому. Я сама поеду с ними, буду работать. Ранее специализированная помощь гражданам пожилого возраста оказывалась только в греатрическом центре. Сейчас такие участки появились в городском медцентре на 202-м микрорайоне и поликлинике республиканской больницы номер 3. На данных участках закреплено по 500 человек. Формирование таких участков в центральных районных больницах начнется с Нерингринского и Меганокангаласского района. Особое внимание должно уделяться тем пациентам, которые не могут самостоятельно обратиться к участковому гериатру. Для этого создаются мобильные бригады, которые будут выезжать к пациентам НАДО. Персонал мобильных бригад оснащается специальным медицинским кейсом с диагностической аппаратурой. У нас укомплектован, как я сказала, штат врача-гериатра, отдельный кабинет врача-гериатра. И по оснащению закупили оборудование, типа скайп, монитор, где врач общается с пациентом, который находится на дому. И на дому в это же время находится медсестра. С 2016 года ожидаемая продолжительность жизни в Якутии составила за 70 лет. Одной из ключевых задач демографической политики в Якутии является активное долголетие, чтобы люди старшего поколения были здоровы и вели активную полноценную жизнь. Если, скажем, 5 лет назад это было где-то 67 лет, мы жили по продолжительству сегодня уже 70-80 лет. Это очень такой хороший фактор, показывает, что именно политика, которую ведем, она дает результаты. С другой стороны, это добиваться многими факторами. Прежде всего, это ведение здорового образа жизни, активный отдых. С другой стороны, это политика, связанная с медицинским обслуживанием. Все это совокупности, как раз, есть определенный результат, который мы хотим добиваться и дальше. Еще в рамках указа главы Якутии участников Великой Отечественной войны обеспечат браслетами с тревожной кнопкой для вызова скорой помощи. Первые 50 браслетов ветераны получат до конца этого года. Александра Хлопкова, Владимир Даюрский, Якутия. День за днем. Субтитры создавал DimaTorzok